События, в которых мы участвовали, история, которая менялась на наших глазах. Мы вспоминаем самые яркие моменты уходящего года. С вами Ирина Субеева. Здравствуйте! Лето 2015 запомнится нам большим водным праздником. В Казани прошел чемпионат мира по водным видам спорта. Столица Татарстана принимала многочисленных гостей и участников соревнований звезд этого вида спорта со всей планеты. На мероприятии работали тысячи журналистов, так что новости с чемпионата разлетались по всему миру. По сути, этот мундиаль можно расценивать как еще один большой шаг по пути продвижения региона. Имиджевая политика явления в России достаточно новой, и Татарстан здесь выступил практически в качестве первопроходца. Местные власти, можно сказать, поставили на поток проведения мега-событий, которые максимально приблизили город к европейским стандартам. Первое, что мы стали достаточно узнаваемыми. Второе, что мы занимаем первые места в различных рейтингах. Именно на эти рейтинги потом ориентируются различные инвестиционные компании. И инвестиционные проекты, которые приходят в республику, они во многом стали возможны из-за того, что Казань и республика стали узнаваемыми. Конечно, когда мы сегодня испытываем некоторые кризисные явления в экономике, растут цены, действительно поднимаются выплаты по системе ЖКХ и так далее, на уровне простого человека очень часто непонятно, для чего тратятся деньги, когда их можно было, например, направить на тот же ЖКХ, или, скажем, сферу субсидирования тех людей, которые не могут купить себе, допустим, какие-то виды продуктов и так далее. Но, с другой стороны, наверное, есть стратегическое планирование, а есть планирование тактическое. И вот поэтому, с точки зрения стратегии, безусловно, все имиджевые проекты, как были нужны за последние годы, как успешно проводились, так они, наверное, нужны и на сегодняшний момент, потому что кризис – это вещь проходящая. Мы знаем, что из любого кризиса есть определенный выход, и мне представляется, что данный кризис, который мы переживаем, он пока не достиг вот такой глубины, как то, что мы переживали в 1998 году, то, что все помнят. И если мы эти кризисы сравним, то увидим, что сегодня вот эта нормальная работа, работа на имидж республики, она должна, наверное, проходить параллельно. И поэтому нету тут таких вещей, закономерностей, связанных с сообщающимися сосудами, что мы эти деньги возьмем и переложим в другую сферу, и в этой сфере они, соответственно, принесут людям облегчение. Поэтому я думаю, что большинство людей, живущих в республике, в Казани в частности, они уже привыкли к этим имиджевым вещам и относятся к ним достаточно нормально. Другое дело, что, наверное, у нас нет большого количества любителей водных видов спорта, но люди позволяют себе заниматься плаванием, допустим, гребли на лодках, которые есть под рукой и так далее. А в профессиональном плане, наверное, эти соревнования не столь раскручены. Но как раз, мне кажется, что будут раскручены и данные соревнования, и произойдет популяризация водных видов спорта, что важно очень для детей, для жителей региона. И поэтому я бы просто не противопоставлял вот эти вот вещи. Мне кажется, что даже в эпоху кризисную надо тратить на это деньги. Это топовое событие для мира спорта. Поэтому это событие международного уровня. И когда Казань принимает вот эти события на своей территории, мне представляется, что для поднятия имиджа, для увеличения того, чтобы Казань знали, как во всей Российской Федерации, так и за пределами нашей страны, вот это очень важное событие, оно важно для развития туризма. Вы знаете, я думаю, что наш регион более такой функциональный, полифункциональным является город Казань. И поэтому остановиться на какой-то одной проблеме, ну скажем, как вот Сочи, допустим, позиционировать себя как центр туризма, мы, наверное, не сможем, да, потому что мы будем настаивать всегда и на новых технологиях, безусловно, да, и на каких-то социальных программах, которые не играют в других регионах, а у нас идут достаточно успешно. Вот я думаю, что это полифункциональность, это и есть отличительная черта Казани. С одной стороны провинциального города, а с другой стороны города достаточно развитого и развивающегося достаточно бурными темпами за последнее время. Этот чемпионат впервые проводился в России на всем постсоветском пространстве. Решение о его проведении в Казани было объявлено 15 июля 2011 года на Генеральном конгрессе Фина, прошедшем в Шанхае. Помимо Казани на право проведения, изначально претендовали города Мексики, Китая и Канады. На чемпионат приехали 3000 спортсменов из 190 стран и 6000 гостей. Пожалуй, главное, что Казань получила в наследство от этого большого спортивного праздника, это возросшая популярность водного вида спорта. Он уже сейчас в топ-пятерке наиболее любимых казанцами видов спорта. Есть такой показатель вовлеченности населения в занятия физической культурой и спорта. Это все очень четко считается, это статистические данные, это даже не мы считаем, это органы государственной статистики. Так вот, показатель в Татарстане сегодня составляет 37,5%. Это больше, чем в любом регионе нашей страны. Динамично развивающиеся государства, это даже не локально, какие-то регионы и не наши страны, имеют этот процент от 40 до 60. То есть есть куда нам стремиться, но мы уже очень близки. Это к вопросу о том, это произошло за последние 5 лет. А за последние 5 лет вовлеченность студентов в занятия физической культурой и спортом увеличилась в 2,5 раза. Сегодня это составляет 77%. Потому что мы очень сильно переросли именно спортивной инфраструктурой у вузов. И сегодня регулярно студенты занимаются физической культурой. Я сейчас не говорю о профессиональном спорте, я говорю именно о массовом спорте. Как раз таки вовлечении массового спорта. Есть программа «Пятилетка здоровья». Опять-таки, знаете, не знаете, мы сегодня в рамках наших ДЮС США и на всех объектах организовали еще третий урок физкультуры. То есть ребята с выездом из школы организованно посещают тот же самый бассейн, либо физкультурно-оздоровительный комплекс, ту же самую академию тенниса, для того, чтобы у них еще был один урок регулярной физкультуры. Это не говоря о секциях. Не только на базе своей школы, а уже на ком-то объектах. Естественно, поэтому мы видим такой прирост. И каждый год он в той или иной степени имеет прогресс. То есть регресса там не замечается. А в целом сегодня в Республике Татарстан, в крупных городах, сегодня в муниципалитетах, созданы условия для того, чтобы население могло заниматься практически всеми видами спорта. Скажу об одной программе, которая сегодня сильно ушла и в село, и в муниципалитет. Мы последний, уже третий год работает программа спортивных площадок под эгидой. Значит, и при поддержке Рустама Нургалеевича, президента. Мы этим годом построим на тотале 50 спортивных площадок. То есть это просто дворовые площадки. Мы никогда такого там в своем детстве не было. То есть мы играли там непонятно чем и непонятно на чем. Это площадки. Там есть шесть видов площадки. Причем это и для мини-футбола, для баскетбола, для волейбола. Там есть воркаут, там есть детская площадка. То есть это некий комплекс. И мы каждый год во всех 45 муниципальных образованиях строим по 5, по 7, по 8 таких площадок. В зависимости от количества населения. То есть есть распределение. И мы эту программу всегда лонгируем. То есть она не закончится этим годом. Она продолжится и на 16-й год. Причем, что самое важное, говоря о наследии, мы всегда эти площадки строим при школе, либо при детском садике, либо при молодежном центре, либо при каком-то ДК, либо при хозяине. Чтобы потом можно было это содержать, так скажем, культивировать, следить за этим. В 2019 году Казань примет чемпионат по профмастерству WorldSkills Competition. За право проведения турнира также состязались столица Франции, Париж и один из пяти крупнейших городов Бельгии, Шер-Леруа. За несколько месяцев до голосования Казань с инспекционным визитом посетили члены комиссии. Но прежде иностранные гости побывали в Московском Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Вот как тогда глава государства рассказывал, почему Казань лучше своих конкурентов. Должен сказать, что Казань лучше, чем и бельгийский город, и чем Париж. Я скажу почему. Во-первых, Казань не перегружена различными мероприятиями. И во-вторых, там создано действительно мирового класса инфраструктуры. Только что, совсем недавно мы провели там всемирные студенческие летние игры. В 2017 году будут проводиться там игры чемпионата мира по футболу. То есть, это инфраструктурно, город абсолютно готов. Но есть и преимущества, которые заключаются в том, что Казань, она как бы находится на стыке Азии и Европы. И это проявляется во всех сферах жизни. И, кроме всего прочего, Казань крупный промышленный центр с очень быстро и энергично развивающейся экономикой. Само голосование состоялось в августе в бразильском городе Сан-Паулу. Прошло оно в два тура. Свой выбор сделали делегаты из 57 стран. После двух раундов голосования за Казань свои голоса отдали 31 делегат за Париж 26. Вполне возможно, что одной из причин, по которой столица Татарстана победила в голосовании, стало серьезное отношение к самой теме рабочих профессий. В республике вот уже несколько лет ведется работа в этом направлении. А на модернизацию профобразования у нас ежегодно тратится примерно миллиард рублей. Одним из самых ярких открытий этого года можно назвать открытие на Полиса. Это новый город в России для IT-специалистов с уникальными условиями для комфортной жизни, работы и отдыха, высоким уровнем социальных услуг и развитой бизнес-инфраструктурой. Город будущего построен с нуля. Три года назад на этом месте был пустырь. Свидетелем рождения стал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Самое главное, что здесь появилась жизнь и здесь возникла такая вот очень современная, новая история. Мы должны создавать свои программные продукты. Очень много программных продуктов, современных пока еще зарубежных, а потенциал у нас есть. И за это короткое время мы построили, во-первых, правильно спланировали город. Был сделан мастер-кланд с привлечением лучших специалистов. То, что сделано здесь, дизайн, это все наши местные архитекторы. В Татарстане 13 сентября в единый день голосования впервые одновременно прошли президентские выборы и выборы в местные органы власти. На муниципальных выборах победила Единая Россия, заняв около 80% мест в советах местных органов власти. Всего проголосовало более 2 миллионов татарстанцев. Убедительную победу на выборах президента республики удержал Рустам Миниханов. Он набрал 94,4% голосов избирателей. По данным главы ЦИК республики, за время проведения избирательной кампании в Центральную избирательную комиссию Татарстана поступило около 150 жалоб. Из них лишь 7 в день голосования. Достаточно зрелая социальная политика внутри региона и контролируемые политические процессы внутри республики Татарстан. И вот тот достаточно мощный подход в плане финансовых вливаний с федерального бюджета, благодаря этим мегапроектам, которые были в республике Татарстан, это все вместе, в совокупности есть достаточно высокий рейтинг. Личность президента, конечно, она очень яркая, он динамично развивается. Если даже посмотреть видеосюжеты с его участием на протяжении последнего десятилетия, вы увидите очень серьезный духовный рост этого человека. И второй момент, мое личное мнение, это брендинг нашей республики, это пиар в хорошем смысле слова нашей республики в рамках Российской Федерации, он носит очень успешный характер и не на пустом месте. То есть здесь реальные, так скажем, мы видим результаты, которые, если будем ходить как жители города Казани, мы их увидим. Та же самая Казани, арена, другие спортивные объекты, улицы становятся лучше, чище, так скажем, идет реконструкция многих зданий. В совокупности, если посмотреть, так скажем, да, вот эти позитивные моменты, которые большинство людей видят в действиях нашего президента, они как раз и создают вот этот высокий позитивный рейтинг. Выбирали в уходящем году из столичного града начальника. Согласно законодательству, каждая фракция городской думы выдвинула своего кандидата. Помимо Ильсура Медшина на медальон из 16 звеньев, должностной знак мэра города претендовали Рушиня Бельгильдеева от «Справедливой России» и Алексей Серов от КПРФ. В результате большинством голосов депутаты проголосовали за нового старого мэра и из 46 присутствующих 40 голосов отдали Медшину. Ожидания населения, контроль со стороны людей сегодня велики как никогда. Не скрою, приходилось слышать и опасения. Сможем ли мы держать такие темпы, ведь на дворе серьезный кризис. Но вспомним, ведь и пять лет назад мы выбирались в кризисной обстановке. Работали и в сложнейшее время 2008-2009 годах. Настоящей кадровой сенсацией уходящего года стало решение Священного Синода Русской Православной Церкви о переводе митрополита Анастасия на службу в Симбирскую и Новоспасскую митрополию. Казанскую и Татарстанскую митрополию возглавил митрополит Симбирский и Новоспасский Феофан. Анастасий возглавлял Казанскую епархию с 1988 года. В 2012 году был назначен главой новообразованной Татарстанской митрополии и управляющим Казанской епархией. Про нового главу известно, что он был возведен в Сан-Митрополита также в 2012 году, когда являлся временно управляющим Троицкой епархией. А с 2014 года Феофан был назначен главой Симбирской митрополии. Трагедия, которая потрясла всю страну, произошла в Казани в марте 2015 года. В считанные секунды торговый центр «Адмирал» превратился в смертельную ловушку для людей. Пожар унес жизни десятков человек. Сегодня по этому делу проходят 600 потерпевших. Общая сумма материального ущерба превысила миллиард рублей. В тот день, 11 марта, спасая людей от огня, погиб подполковник внутренней службы Сергей Костин. Он был представлен к ордену мужества посмертно. Наш ответ мировому автопрому. На КамАЗе в разгаре работы по созданию грузовика-беспилотника. Машины уже ждут на дорогах общего назначения. Ожидается, что тестовый заезд без водителя состоится уже в следующем году на платной трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург. А в апреле на КамАЗе было запущено собственное производство газомоторной техники. Татарстан является пилотным регионом, в котором реализуется федеральный проект по использованию природного газа в качестве моторного топлива. Газовое топливо сегодня является наиболее высокотехнологичным и экологичным. Кроме того, очевидны экономические преимущества. Российская Федерация полностью обеспечивает свои потребности собственным газом. Новшество, которое коснулось автомобилистов в Казани. Парковки в центре города теперь платные. Платные муниципальные парковки официально заработали весной. Всего в городе 28 паркоматов. Стоянки на них круглосуточные. Стоимость 50 рублей в час. Первые 15 минут парковка бесплатна. Исключение сделано для водителей электромобилей и спецмашин. Для них стоянка в центре города будет бесплатной. И штраф за неоплату стоянки 2,5 тысячи рублей. Позже власти приняли решение не взимать плату на муниципальных парковках по воскресеньям в праздничные дни, а также в ночное время. Одним из главных событий уходящего года стало празднование юбилея Победы. В годы войны почти четверть населения республики, 700 тысяч уроженцев татарей, участвовали в боях на всех фронтах. В эти дни просто, вы знаете, хочется сплотиться как-то и объединиться каким-то общим настроением, общим чувством, общей идеей, потому что мы единое целое. Да здравствует День Победы, слава ветеранам, героям, воинам, они наша гордость, они наша честь, они наше все. С праздником! О том, что значит эта победа для татарстанцев, мы говорили в мае с председателем Госсовета Республики Фарида Мухаммедшина. 70 лет прошло со Дня Победы, и сегодня в силу разных объективных, субъективных причин, вплоть до руководителей отдельных стран, пытаются предпринять меры для того, чтобы исказить, умолить роль Красной Армии, Советского Союза, нашего народа, наших отцов и дедов в этой великой победе. Очевидные вещи, но договориться до того, что Советский Союз напал на Германию, напал на Украину, это кощунство. Лучше, чем сказал генерал армии Гореев Махмуд Ахметович на торжественном собрании вчера в оперном театре Мусы Джалиля, я, наверное, не смогу. Он сказал, нам очень дорогая эта победа, она досталась нам очень дорогой ценой, это была битва за жизнь нашей страны. И он сказал, наступает какое-то непонятное время, когда бой продолжается, за то, чтобы бороться за правду, за то, чтобы искажение нашего участия, нашей роли, нашей армии в этой войне не было предано забвению. И на самом деле это сейчас идет и нас беспокоит, что европейцы очень быстро забыли, что коричневая чума, порабощение этих стран началось же оттуда, Польша, Чехословакия и так далее, и так далее, дошли до нашей границы, когда наш народ уже, когда после вероломного, без объявления войны, фашистская Германия напала на Советский Союз, нам, естественно, пришлось защищаться, и очень тяжелая была победа, дорогой ценой досталась. Сейчас, мне кажется, главная задача, вот устами живых участников Великой Отечественной войны, через телепередачи, через запись их на радио, через встречи, ну, кто может встречаться, они уже в возрасте больные, старенькие, эту великую правду об этой войне, устами живых участников еще раз записать и передавать из поколения в поколение. Это первая и главная задача. Ну и на мировом уровне, мне кажется, нам надо очень четко давать адекватный ответ тем, кто хочет умолить, как я сказал, принизить нашу роль в этой самой кровопролитной в истории мира, человечества, в Великой Отечественной для нас войне. К военной тематике могли присоединиться и наши телезрители. Первый этап масштабной акции нашей телекомпании «Поэзия» в эфире был посвящен Великой Победе. Практически весь уходящий год вместе с ведущими стихи читали наши любимые телезрители. В эти дни мы все вместе радуемся Новому году, и вот как это происходит. 2015 год. Год литературы стал поэтическим и для зрителей нашего телеканала. Весь год маленькие и большие поклонники поэзии могли зачитывать свои любимые произведения. Дома, в студии и телекомпании, а в декабре месяце в торгово-развлекательном комплексе «Тандем», где собиралось огромное количество зрителей и чтецов. Очень жду я Рождество. Это праздник сказочный. Крошку ангелов сочельник Бог на землю посылал. Как пойдешь ты через ельник, он с улыбкой сказал. Новогодняя акция «Поэзия в эфире» сопровождалась не только чтением стихов, но и праздничной программой. Ведущие телекомпании пели песни, проводили викторины и вручали детям подарки. А танцевальные коллективы города дарили улыбки и праздничное настроение зажигательными номерами. 2015 год для нас оказался богатым на хорошие новости. Эфир – лауреат премии правительства России в области средств массовой информации. Премию за многолетнее удержание лидерских позиций в региональном эфире вручил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. С одной стороны, премия – это знак внимания от высшего руководства страны к региональным телекомпаниям. С другой стороны, для телекомпании, безусловно, это вызов со стороны уже зрителя, то есть уже и требования, ожидания со стороны зрителя, они все более и более высокие. С удовольствием смотрим, с огромнейшим. Ждем каждый вечер вашу передачу. Ну, он вообще мне нравится, этот канал, вообще, вообще. Я смотрю и люблю я ее. Всех ведущих люблю. Серьезный такой канал, все сообщает, все новости. Да его, в принципе, в любой момент можно включить, и в любой момент интересная передача увесь. Самый любимый момент – Сережка, какой-то мой бывший ученик, бывший 75-й школы. Он в 75-й школе учился. Хороший парень. Ведется, взял. Он продюсером был, все нормально. А не так давно зритель познакомился с новым телеканалом «Эфир-24 Релакс». Круглосуточное удовольствие для души так назвали свое детище создатели уникального и легкого телевизионного формата, в котором каждый найдет что-то интересное для себя. В программе видео со всех уголков света вещание осуществляется в формате высокой четкости в сетях кабельных операторов. Таким, на наш взгляд, оказался 2015 год. Спасибо, что были с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok